Насколько важно, чтобы человек обращался к юристам? Вот в каких случаях это очень важно? Вот у меня на эту тему есть свое мнение. Я считаю, что каждый из нас должен быть юристом, хорошим юристом, очень хорошим юристом. Каждый из нас он обязан. Я понимаю, что пока ты молод, пока нету знания, опыта, этого нету. Но когда тебе, извиняюсь за выражение, 30 лет, 40 лет, и ты до сих пор не знаешь законодательства своей страны, в которой ты живешь, до сих пор не имеешь опыт, практику и тому подобное, это непростительно. Я знаю второй момент, что никто за тебя ничего не сделает. Почему? Потому что ты не нужен никому. Максимум, что нужно, это твои деньги, все. Если ты готов платить деньги, большие деньги платить за знания и умения, ну приготовься. Но это не гарантирует тебя, скажем так, ну что, если у тебя есть деньги, то ты будешь там выигрывать дела и тому подобное, потому что, повторюсь, лучше тебя не сделает никто. Это вот первый момент. Но если вдруг так произошло, что ты ноль, скажем так, в каком-то вопросе, конечно, нужно своевременно обращаться к специалистам. Своевременно. Потому что исправлять всегда сложнее, чем предотвратить, что-то. Очень многие люди обращаются, вот у меня завтра судебное заседание, вот пожалуйста, вот у меня буквально есть сейчас такое обращение, вот любые деньги, вот чтобы мои права у меня водительские не отобрали. Ну я говорю, ну сбрасывайте материалы дела, хрен, что это буквально за один день до судебного заседания. Ну я начинаю читать. Я вижу, что он дает объяснения признательные. Ну я все это вижу. А что вы хотите? Да. Стойки 12-26 какой-нибудь или 12-8, да? Потому что я всем говорю, вот у меня достаточно много лет. За свою жизнь я не встречал ни одного человека, который умеет пользоваться 51 статьей Конституции. ни одного человека. Вот многие знают, да что там такого? Вот ну там ты имеешь право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Ну чё, чё сложного, да? А попробуй ты ей воспользуйся этой статьей. Да потому что у людей не язык, а помойка. Они несут, они себя сажают просто. Они не знают поговорку, молчание это золото. Они начинают давать какие-то объяснения. Они ведутся на дешевые разводы ментов, судей и тому подобное. Просто вот как на пустом месте. Я знаю, что я могу любого человека размотать, вытащить у него любую нужную мне информацию. Потому что он не умеет держать язык за зубами. Он не имеет пользу 51 статью Конституции. Поэтому я когда говорю, что вот самый лучший совет, самый дорогой, какой я могу вам посоветовать, пользуйтесь 51 статьей Конституции. Но я знаю, что это в 99 случаях не сработает, потому что это в одно ухо вылетело, влетело, а в другое вылетело. Вот это практика. Это все проблемы потом. Я вот человеку могу объяснять с матами, с истерикой, там разными путями и спокойно. Вот это все рассказываю, все примеры приводить, все-все. Он да, 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 все понял, все понял. Приходит к следаку, там или еще куда-то, и нахер все, нахер выкладывает все на чистую воду. Я ему говорю, что я могу тебе вот сломать руки, чтобы ты ничего не подписывал, и вырвать тебе язык. И то я сомневаюсь, что ты воспользуешься 51 статьей Конституции, потому что ты, блин, как-то другими там кивками будешь отвечать на вопросы следователя. Да, нет, да, нет. Вот в этом я поражаюсь. Просто не давать показания против себя. Не давать ненужные объяснения. Не отвечать на те вопросы, которые тебе не задают. Вот люди, которые слушают и смотрят меня, задумайтесь над этим. В 99 случаях всех дел, которые вот в судах раскрыты, да, они раскрыты с помощью, с вашей помощью. Да. Вы сами себя посадили, потому что менты и суд, никто не хочет работать. Им проще вас выбить там силой, морально, как угодно, чтобы вы там дали признательные показания, чтобы вы сами сказали, условно говоря, где труп зарыт, где там все, что-то. Потому что вот так устроена система. И заметьте, никто из полиции никогда не разъясняет 51 статью. Они максимум могут сказать, ну а что, ну вы же вы знаете, да. А, ну все, все. Да какая разница, знаю я, не знаю. Вы обязаны по процедуре ее разъяснить. Продолжение следует...